Итак, у меня была завершена работа над данным режущим инструментом. В данном случае получил вот такие ножны, уже привычная форма, обработка краской Орнесси, растительной основе, минимум химии, минимум всякого неприятного запаха, хорошо ложится, хороший эффект. После пропитки тоже, видите, такой эффект кожи мне нравится, хорошо очень получается внешне. Подвес свободный, такое полукольцо, винт, прошито, излучение, опять же, можно так, можно так одной лукой, фиксация плотная. Сам инструмент по названию был заказан клинок, как из бенгальского огня. Но так как работа идет по совершенствованию формы, и работы, и вообще всего, поэтому изменения претерпевают детали. В данном случае форма покаять вот такая, чтобы тень не мешала увидеть. клинок, длина 120 мм, ширина 3,5 мм, то есть толщина 3,5 мм, ширина 26 мм. Снят прокат с голомений, потому что он на 1204 пи, он на ней довольно грубый с одной стороны, на прокате не очень хорошо это все смотрится. Смотрится, точнее так, что в таком виде это смотрится получше. Сделал сатин, рукоять, это Эбен Макасар, такую поверхность он дает, полируется он очень тонко, дерево такое маслянистая, плотная, и полируется Эбеновый вообще очень хорошо. Мне кажется, что даже, ну потому что он еще и темный, он выглядит более таким, видите, ярким, таким полированным, чем тот же самый Эрнгут или Кокобалу. Рукоять уже в пределах 120 мм. Расстояние под руку до 9,5 мм шириной, то есть сантиметров шириной, тоже для удобных хват. Такая форма в данном случае получилась. Бойстер Нильзерберг, простовка G10, черный. Пин, в данном случае, от мастера с ником СВТ, 5 мм, хвостовик, примерно на таком расстоянии, пин сквозной, выполняет функцию штифта для красоты и для прочности. Сведение здесь тонкое, где-то в районе 0,2, и в районе острия побольше, 0,3 сделано, где-то 0,35 для упрочнения. Больше фактура, такая продольная. Вот дерево само по себе имеет такой рисунок. Ибиновые мне нравятся, в принципе, в работе. Они хотя забивают инструменты, типа напильников там, потому что очень плотное, такое маслянистый дерево, но по результату, по стойкости к воде, это очень качественно благородная древесина. Вот, в принципе, на этом, наверное, все. Любителям коротких роликов, я думаю, что должно понравиться. Вот, спасибо за просмотр еще раз. Всем удачи и с Богом! Субтитры сделал DimaTorzok